8 ноября 1870 года император Александр II, учитывая предыдущие ошибки администрации, повлекшие за собой возмущение абхазов, утвердил положение о прекращении личной зависимости и о поземельном устройстве населения в Сухумском отделе. В отличие от других крестьянских реформ, в которых прямо сказано о крепостной зависимости, в абхазской говорится лишь о прекращении личной зависимости, то есть внеэкономической. А так как все абхазские крестьяне являлись собственниками своей земли и не зависели от феодалов экономически, то они должны были заплатить выкуп только за личное освобождение. 8 ноября 1917 года в Сухуме состоялся первый крестьянский съезд, на котором суверенная Абхазия создает свою собственную государственную структуру во главе с руководящим органом Сухумского округа Абхазским народным советом, вошедшим в историю как первый Абхазский народный совет, фактически легитимный орган власти, парламент независимой Абхазии. Были приняты декларация и конституция Абхазского народного совета. На съезде бывшие грузинские депутаты 4-й Государственной Думы попытались отказаться установить связь Абхазии с народами Северного Кавказа и войти в состав Грузии, но безуспешно. 8 ноября 2003 года в Сухуме открылась совместная выставка Союза художников Абхазии, Краснодарской краевой организации и Сочинского отделения Союза художников России «Южный транзит». На экспозиции в выставочном зале Союза художников Абхазии было представлено около 60 работ 20 авторов. 8 ноября 1931 года родилась Биана Гулия, заслуженный педагог Абхазской АССР, выпускница Сухумского государственного педагогического института. В разные годы работала преподавателем в 4-й мужской школе, 14-й средней школе, преподавателем русского языка и литературы в Абхазской школе. Биана Гулия проработала в системе образования Абхазии более 45 лет. Редактор субтитров А.Семкин